Здравствуйте! Сегодня сотрудники ГИБДД напомнят пассажирам о правилах поведения в общественном транспорте. В сводках происшествий существует такой вид ДТП, это как падение пассажиров в общественном транспорте. Данный вид ДТП может быть спровоцирован не только самими водителями, но также и пассажирами, которые двигаются в общественном транспорте, не держатся за поручни. И в результате резкого торможения автобуса, либо какого-либо другого транспорта, пассажир падает. Заходить в автобус нужно ровным, уверенным шагом, ни в коем случае не заскакивать, не запрыгивать в автобус, так как можно просто-напросто поскользнуться, либо запнуться обо что-то и пострадать уже на входе, либо на выходе. Многие пассажиры заранее не готовят плату за проезд и после того, как они находятся уже в салоне транспорта, начинают ползать по карманам, соответственно, руки находятся не на перилах, а находятся в карманах. В результате чего в данный момент может автобус резко затормозить и такой пассажир просто упадет. Таким образом, необходимо заранее приготовить деньги за проезд, одной рукой держаться за поручни, другой оплатить вашу поездку. После того, как мы благополучно зашли в автобус, необходимо выбрать для себя место, если есть сидячие места, то необходимо сесть, ежели таковых мест нет, то занять стоячее положение, но обязательно держаться за поручни. И без ненадобности не стоит передвигаться по автобусу за исключением крайней необходимости. Есть такие виды автобусов, так называемые гармошки, и как раз пассажиры, которые находятся в этом соединительном отсеке, зачастую не только что не держатся за поручни, но облокачиваются на саму вот эту гармошку. В результате резкого торможения, либо из-за резкого маневра, пассажир просто-напросто опять же падает. Зачастую те пассажиры, которые садятся на места для сидения, не задумываются о том, что необходимо также держаться за поручни. И в результате торможения, либо какого-либо маневра просто-напросто ударяются о те самые поручни, которые предназначены для их же безопасности. Если сложилась такая ситуация, что вы намереваетесь передвигаться в общественном транспорте с ребенком, то необходимо также соблюдать меры безопасности. То есть, если вы находитесь уже в салоне автобуса, необходимо либо, опять же, при наличии свободных мест сесть на эти места, но не оставлять ребенка без присмотра. То есть, необходимо ребенка держать либо на коленях и обязательно держать его руками и контролировать весь ваш маршрут. То есть, не отвлекаться на какие-то мелочи, не разговаривать по телефону, не читать книгу. То есть, постоянно контролировать своего ребенка. Ежели вы стоите, мест для сидения для вас не оказалось, необходимо также ребенка крепко держать за руку. Если ребенок может сам держаться, то пускай он держится также за поручни. И вы, в свою очередь, также продолжаете держаться за специальные конструкции. Зачастую можно заметить, что родители, так называемых дошкалят, начинают их выводить либо за ручку, либо дети сами начинают выходить из автобуса. Ни в коем случае так поступать не нужно. Проще взять ребенка на руки и, держась за поручни, спуститься на автобусную остановку. Если сложилась такая ситуация, что вам необходимо передвигаться на общественном транспорте с коляской, то необходимо, во-первых, заходить в центральные двери после полной остановки транспортного средства и после того, как двери полностью открылись, заносится коляска, ставится специальный отдел. Таковы имеются в нашем общественном транспорте. Обязательно держим коляску, чтобы она не двигалась в разные стороны. И также держимся за поручни, оберегаем себя и окружающих. Тем пассажирам, которые собираются выходить на той или иной остановке, необходимо заранее занять положение около дверей. При этом держась за поручни и выходить точно так же, как мы заходим. То есть мы держимся за поручни. За 9 месяцев 2014 года произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в которых упали пассажиры. К счастью, ни один человек не погиб, но 21 человек получили телесные повреждения. Основная категория таких граждан – это маленькие дети и люди престарелого возраста. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова